...просвещение, методист и эксперт Центра методической поддержки педагогов издательства Ирина Петровна Черепниченко. Сегодня мы вебинар будем проводить с моей коллегой из Волгограда, заслуженным учителем России, учителем биологии высшей категории Ольгой Леонной-Варченко. Ольга Леонова согласилась принять участие в вебинаре, но вы, если помните, коллеги, вебинар на тему, которую мы предлагаем, обучение биологии в режиме онлайн, мы обещали продлить и пригласили к участию учителей для того, чтобы они предложили нам и тему обсуждения, и выступили в качестве спикеров. Вот Ольга Леонна сегодня, несмотря на отпускной режим, согласилась поделиться своим опытом работы. И мне, прежде чем я передам Ольге Леонне слово, хотелось бы, вот вернувшись к своей презентации, мои коллеги помогут мне ее сейчас открыть. Я хочу напомнить вам, что у нас предыдущий вебинар был очень таким многочисленным с точки зрения участников. Участников было очень много из разных регионов России. И то, что мы задумывали обсуждение проблем, возникших в режиме работы онлайн при преподавании биологии, обсуждение у нас получилось. И вот в процессе обсуждения нашей работы, коллеги, мы вели речь о интернет-платформах образовательных, и учителя поделились своими наработками, своими впечатлениями о работе с различными платформами. Вот не пойму, почему у меня сейчас не идет презентация. Если можно, помогите мне, пожалуйста, ее включить. На основании нашей поддержки, ну вот сейчас, Ольга Леонна, будьте добры, пока я рада вас видеть. Отключитесь, может быть, у нас задержка идет от видео. Да, вот сейчас. Спасибо большое. Коллеги дали мне мою презентацию. Коллеги, я хотела просто показать то, что мы, как бы подведя итог, мы можем увидеть в плане использования интернет-платформ учителями в отработанном режиме. Ну, во-первых, мы говорили о том, что было предложено много платформ для учителей бесплатных. И вот, как показало наше обсуждение, интернет-платформа Zoom, она была большинством учителей, принявших участие в обсуждении, вот так признанно, да, как неудобная для работы. Очень многие коллеги писали о том, что Microsoft Teams, эта платформа им очень хорошо помогла в работе. Ну и очень многие учителя писали о том, какие они еще ресурсы, и в том числе интернет-платформа для интерактивной работы использовали. И мы в этой вот презентации, в данном случае на этом слайде, собрали как раз адреса всех тех интернет-ресурсов, которые были опробованы учителями и получили позитивную такую оценку. Это и российская электронная школа, это платформа видеоуроки в интернет, инфоурок, это новая платформа онлайн-по, платформа, которая предложила даже учителям конкурс методических разработок онлайн-уроков, и в нем многие учителя приняли участие. Естественно, единая коллекция, ЦОР, ЯКЛАС, онлайн-школа Фоксфорд, и учителя по-разному отзывались об этих платформах, в основном позитивно. Мы дали здесь, в данном случае, адреса этих платформ, для того, чтобы мы могли выйти на них и познакомиться, кто может быть с ними не знаком, кто с их возможностями, и в перспективе для дальнейшей работы в онлайн-режиме. Ну и надо бы сказать, что очень многие учителя использовали региональные образовательные интернет-платформы для организации онлайн-обучения. Например, Московскую электронную школу. Ну и вот мы сегодня будем обсуждать и этот вопрос тоже, и формы работы, значит, и методические приемы использования УНК. И я сейчас хотела бы задать вопрос Ольге Леоновне, чтобы она поделилась своим опытом, какой интернет-платформой воспользовалась в своей работе она, и, соответственно, почему какие-то плюсы, минусы, ну и, в общем, со своим опытом работы. Ольга Леоновна, я передаю вам слово сейчас. Здравствуйте, у вас есть Ольга Леоновна. Я бы хотела сказать вот о чем. Ну, во-первых, спасибо, что дали мне возможность поделиться своим опытом. Вот, и очень хочу, чтобы моя информация была полезна. По поводу того, какая платформа была выбрана мной. Дело в том, что главный принцип, который хотелось бы удовлетворить, вот удовлетворить — это максимальная доступность. И вот такая максимальная доступность была обеспечена платформой «Сетевой город. Образование». Это платформа, которая, по-моему, работает по всей России, но совершенно точно в Волгограде, в Самаре, в Саратове. Ещё и называют ЕИС — единоинформационная система. Скриншот, который вы видите на экране, наверное, многим из вас знаком. И вот дело в том, что в этой платформе зарегистрированы все ученики, каждый ученик и каждый родитель. Вот, в ней мы открываем темы, в ней мы выставляем оценки. И вот, в частности, когда столкнулись с институционным обучением, то получилось так, что я выбрала именно эту платформу, потому что здесь хватало возможности для того, чтобы в ней что-то разместить. Вот, например, когда открывается тема урока, нажимается «Редактирование домашнего задания». Есть такое окошечко подробностей, которые получает каждый ребёнок в свой дневник. Ну и в соответствии вот с тем, что написано здесь, он это всё выполняет. Кроме того, есть функция, которая «Прикрепить файл». Соответственно, всё, что можно, всё, что нужно, я могу здесь прикрепить, и дети это делают. Я не пошла по платформе Я-класс, потому что, понимаете, у нас некоторые школы использовали таким образом эту платформу, что на ней была вся школа. Да, это удобно, это здорово, но когда получается, что каждый предметник предлагает свою платформу, свой образовательный ресурс, кто-то Я-класс, кто-то Фоксфорд, все эти ресурсы требуют регистрации. В общем, я не хотела лишний раз грузить этим учеников своих, поэтому пошла вот по той платформе, которая есть у каждого. Ну а потом уже в обсуждении с коллегами были названы отрицательные моменты того или другого, используя той или другой платформы, поэтому вот на данном этапе это сработало. Это вот по поводу выбора платформы, Елена Петровна. Ещё хотела бы остановить. Группа компаний просвещения по заказу Министерства просвещения разработала как раз вот в период дистанционного обучения интернет-платформу, которая называется «Моя школа в онлайн». Адрес этой интернет-платформы я тоже даю, показываю сейчас скриншот заглавной страницы этой платформы. И там мы разместили и странички учебников, и связали их с конспектами, разработками уроков. Точнее, это были, в общем-то, уроки разработки учебной ориентиры для обучающихся, рассчитанные на организацию самостоятельной работы ученика, прежде всего самим учеником. Ну и, конечно, они могли помочь очень хорошо учителю организовать самостоятельную работу. Об этой платформе тоже отзывались у нас учителя на прошлом обсуждении. И был вопрос о том, уроки будут ли, которые, соответственно, первой, второй и третьей четверти. Дело в том, что эта платформа создавалась очень быстро в помощь учителям, поэтому были, прежде всего, разработаны и выложены уроки, соответствующие тематическому планированию четвертой четверти. Да, сейчас эта работа продолжается, планируется дополнить эту платформу уроками по учебникам издательства просвещения для первой, второй и третьей четверти. Поэтому она будет жизнеспособна, очень активна, и, как я уже говорила, опираться будет прежде всего на наши учебники, учебники издательства просвещения, корпорации «Российские учебники». И следующий момент, который бы хотелось бы отметить, уважаемые коллеги, работа в онлайн-режиме показала такие моменты. Форма работы у учителя, ну, здесь особо не разбежишься в выборе формы, как мы понимаем, да, Ольга Леонна? Очень сложно, например, организовать групповую работу, сложно коллективную работу организовать, тем более. Хотя, конечно, некоторые ресурсы это позволяют сделать. Конечно, в основном это, как показал опыт, это фронтально-индивидуальная работа в формате самостоятельной работы ученика, естественно, при организационной работе учителя и при его поддержке. Вот, Ольга Леонна, как вам, как сказать, какую форму работу выбрали вы? Вот у нас были вопросы по поводу трансляции, уроков трансляции. Очень многие были противниками таких трансляций самими учителями. А очень многие учителя писали о том, что транслировать собственный урок вполне реально. Вот ваше отношение к урокам трансляции, какую форму работы, какие приёмы работы вы выбрали? Пожалуйста, Ольга Леонна, расскажите. Ну вот, вот, по поводу трансляции. Я тоже как-то не очень приемлю эту форму, потому что, ну вот представьте, у меня 15 классов. То есть, соответственно, в расписании стоит по 7-8 уроков в день. Это мне нужно было выйти, это мне нужно было прийти в школу в режиме самоизоляции, что было крайне проблемно. Это должен был меня кто-то заснять, поэтому нет. Такой формы не было. И потом, понимаете, вот, скажем, представьте себе семью, в которой там 2 или 3 школьника и один компьютер. И если мы будем привязываться по расписанию к урокам трансляции, в этот момент, в это время стоит у меня урок в одном классе, в этой же семье у школьника другой урок, даёт другой учитель, и, скажем, и каждый требует, что ты должен именно в это время выйти, в это время всё это сделать. Поэтому я от этой формы ушла, чтобы не было никаких конфликтов, не было там лишней напряжённости, потому что дистанционка она давала напряжённость жуткую. Поэтому я ничего такого не делала, тем более, что вы видите вот сейчас в увеличенном окошке то, что было представлено о том слайде, когда я говорила о подробности для ученика. То есть накануне урока, например, по расписанию урок стоит во вторник. В понедельник вечером я в каждый класс выкладываю вот подобный алгоритм действий. И, в частности, в этом алгоритме действия первым пунктом, ну, практически всегда, практически на каждый урок стояло, проанализировать информацию по ссылкам. Ссылки рабочие. Вы видите, это сайт «Интернет-урок». Когда, уважаемые коллеги, вы будете смотреть эту презентацию сами, они откроются, эти ссылки, и просто сейчас их на этой платформе открыть нельзя, и вы увидите, что там действительно очень грамотно, очень последовательно, в соответствии с программой, в соответствии с теми учебными ориентирами, которые необходимы, изложен материал. Излагается грамотно учителями. То есть меня вполне устраивает то, что предлагает этот ресурс. Поэтому, ну, давайте честно, ну, чем там кто-то из нас лучше? Поэтому вот я давала ребятам вот такой алгоритм. Почему алгоритм? Потому что вы прекрасно видите, это чёткое последовательное действие, которое и обеспечит в итоге сознательность и прочность усвоения знаний. Вот они смотрят этот интернет-урок. Посмотрели. После этого интернет-урока, видео-урока, всегда имеется текстовый урок. Если они там что-то не увидели, не заметили, то вот перед ними высвечивается текст со схемами, с рисунками. Его можно ещё раз прочитать, ещё раз, значит, в голове, чтобы это отложилось. Теперь посмотрите, следующий пункт. Внимательно прочитайте текстовые уроки, параграфы учебника. Прочитали. Ответьте на вопросы, что такое близорок и что такое дальнозорка, если речь шла о зрительном анализаторе. В прикреплённом файле ребёнок получает конспект анализатора. И вот здесь видите четвёртый пункт. Перепишите конспект анализатора в прикреплённом файле. Я сейчас вам открою, вы посмотрите. Ну и, наконец, пятый пункт. Пришлите. Ну, в данном случае урок стоял вот так. До 24 апреля мне на почту переписаны конспекты и ответы на вопросы. Почему я настаиваю на переписанном конспекте? По той простой причине, что, понимаете, ребёнок, наверное, может что-то сделать сам. Но мне хотелось бы, и это и в очной форме обучения, и в дистанционной тоже, чтобы вот то, что у них было записано в тетради, это было биологически грамотно. То есть это те акценты, это те учебные ориентиры, которые должны остаться в голове, должны остаться надолго. Кроме того, прекрасно понимаете, мы все были поставлены в эти условия, что у нас материал учебный должен был сжат и по времени, и по содержанию. И вот здесь как раз краткая выжимка вот этого содержания. Ну и потом, вот почему я всегда стараюсь, чтобы у детей был чёткий курс записи в тетради, потому что, ещё раз говорю, это схема, которую запомнить несложно. А уже всё, что нужно, кроме, на неё можно добавить, на неё можно давить. Вот, в частности, опять-таки, возвращаясь к этому алгоритму, к своему алгоритму, значит, в конспекте этого не было. А вот эти вот особо важные вопросы, которые всегда востребованы и на экзамене, и просто они должны знать, что такое близорукость, и что такое дальнозоркость, ребята мне переслали. То есть до 24 апреля, то есть по расписанию, когда стоял второй, следующий урок, мне приходили от них письма от каждого, в котором был переписанный конспект, который вы только что увидели, и ответы на эти два вопроса. Соответственно, я это оцениваю. Я не привязываю их ко времени, что вот, например, там урок стоит в 9.20, вы мне до 10 пришлите. Нет. Пусть они делают тогда, когда им это удобно. Пусть они планируют своё время. Пусть они распределяют время у компьютера, там со своими младшими братьями или сёстрами. А если ещё мама учительница, то ещё и маме нужен компьютер. Вот поэтому здесь таких строгих рамок не было. Но к следующему уроку задание должно быть выполнено. Это вот одна из формулы алгоритма. В принципе, она повторялась из класса в класс. Единственная разница. Конспект был практически всегда. Значит, менялось что? Либо были ответы на вопросы, либо было предлагалось какое-то тестовое задание, либо была работа с текстом, но об этом мы посмотрим дальше. Вот. И когда ребята присылали выполненную работу, я её проверяла, практически тут же писала им, что так, что не так, выставляла оценки. Да, это было сложно, это было долго, потому что, ну вот представьте себе, имея, скажем, по расписанию 7 уроков в день, мне приходилось каждый вечер, ну что там вечер, и ночь захватывалась, приходилось проверять порядка 150, а то и больше работ. Ну и понятно, что если замечаний нет, он видит свою пятёрку, ему анализ не нужен. Если замечания есть, то, естественно, можно доработать. Да, можно. Лишь бы это было сделано. Таким образом, вот у каждого класса, у которых 2 часа в неделю, всегда получалось, вот за вот это период дистанционного обучения, они выполняли подобных 6-7 работ. И для того, чтобы получить четвертную оценку на последствия годовую тоже, значит, они должны были выполнить вот эти 7 работ. Соответственно, все они выложены в сетевой городе. Каждый ребёнок, каждый родитель может туда зайти и посмотреть, почему за это число не стоит оценка. Не стоит оценка, значит, не выполнена работа, которая была дана вот на это число. Выполняет, получает оценку. Вот, ну и ещё хотела бы вам показать ещё одна форма организации. Ну, тоже вот из этой серии, значит, ребёнок получает алгоритм на каждый урок. И вот серия уроков по многообразию млекопитающих. Значит, что здесь? Опять-таки, дети получают вот такой конспект. Они смотрят видео, они переписывают этот конспект в тетрадь. Ну и после этого конспекта там, то есть это не один урок, это следующий урок, следующий урок, следующий урок, получают задание. Ну вот, например, задание по теме многообразия млекопитающих. Здесь необходимо выбрать верное суждение, неверное суждение исправить. Это вот такое задание. Задание 2 по многообразию млекопитающих. Вот смотрите, это задание показано, здесь имеются рисунки, необходимо ответить на вопросы. Дальше имеется… Она так не будет крутиться. Ну, в общем, если прокрутить её дальше, то там будет ещё задание, которое показывает… Ну вот здесь видите, представители какого отряда имеют такой желудок. Там рисунок желудка, необходимо назвать его «Одил». Дальше я просто… А, вот-вот-вот-вот. Значит, дальше посмотрите, например, даны отряды, и необходимо выбрать признаки этих отрядов. То есть вот такое задание было. Задание… Сейчас одну секунду сюда щёлкнем. Значит, вот это конспект, вот это вы видели, вот эти два задания вы тоже видели. Ну и всегда, когда я дожидалась, когда мне присылали все дети, а прислали практически все, за очень редким исключением, потому что те, кто не слали, начинаешь писать сама. У тебя долг за такой-то темой, у тебя долг за такое-то число. Или прямо вот присылала на почту конкретно вот эти вот вордовские документы. Ну и, соответственно, когда всё вот это вот приходило, всё вот это мы дожидались, вот обязательно, обязательно шли ответы к теме. Вот для того, чтобы они могли посмотреть, что правильно, что неправильно, проанализировать свои ошибки, если что-то надо написать мне, и мы там могли разобрать, подкорректировать и так далее. Так что вот и сетевой город, он в этом плане хорошо сработал, потому что вот когда коллеги работают, например, с Фоксфордом, они столкнулись с тем, что тест даётся. Ну, дети, они же продвинутые. Соответственно, они имеют ещё какой-то адрес, на этом адресе делают там задания, потом, когда учитель присылают, они присылают ответы, где все пятёрки. И коллеги начинают, ну как это так, вот он троечник, а у него тут все пятёрки. Поэтому здесь этого не было, потому что задания-то, их невозможно найти вот напрямую в интернете, потому что я их составляю сама, беру из разных источников, вот. И обычный вордовский документ, который в сетевом городе открывается, ну и, соответственно, ссылка на интернет-урок открывается тоже. Ну, в общем, вот здесь как-то так это было организовано во всех классах в средней школе. Спасибо, Ольга Леоновна, спасибо. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы ко мне, Ольге Леоновне, прежде всего, вы можете задавать их и в чате, и у нас есть вот линия для вопросов, выделенная. Ольга Леоновна, вот поступил такой вопрос по ходу вашей работы. Ну, во-первых, благодарили учителя за очень интересные материалы. Кстати, коллеги, вы можете их включать по окончании работы обязательно. Ольга Леоновна, дели с ним. Как вот великодушно, спасибо большое. Ольга Леоновна, спрашивали, использовали ли вы Google-опросник в своей работе, вот этот ресурс? Ну, да, нет. Или, может быть, какие-то еще опросники онлайн? Нет. Но я объяснила опять-таки, почему, потому что они очень быстро находят ответы в интернете. Поэтому смысла, наверное, в этом нет. Поэтому все задания составлялись исключительно самостоятельно мною. И брала их из разных источников. Поэтому, конечно, когда они, допустим, готовились и искали их, ради бога, пусть ищут, пусть читают. Но в чистом виде, что вот оно, это задание, вот они, ответы, такого не было. Нет. Спасибо, Ольга Леоновна. Ну, есть еще у нас вопросы, которые мы отмечаем на предзавершающий такой этап, который с ним не связан непосредственно сейчас с содержанием нашего разговора. Ольга Леоновна, вот, коллеги отмечают, и мы с вами отмечаем, что самостоятельная работа ученика, она требует обращения к очень многим источникам. Источниками традиционно самостоятельной работы являются прежде всего, как мы говорим, учебники, да? Ну, и все, что мы относим к печатным, да, изданиям, это учебные пособия, справочники, научно-популярная литература. Конечно же, источниками самостоятельной работы по биологии обязательно должны являться, являются натуральные объекты, обязательно изобразительную наглядность, о чем вот в нашей, кстати, в нашем первом обсуждении учителя тоже писали, говорили о том, что лабораторно-практическая работа должна присутствовать в обучении, и это один из таких сложных моментов на реальном обучении биологии. Ну и, конечно, электронно-образовательные ресурсы, вот уж чего богато, так это и нет. Вот, Ольга Леонна, какие источники для самостоятельного приобретения знаний вы использовали? Почему вы их выбрали, в общем-то, да, вот поделитесь, пожалуйста, на чем вы остановились, с какой интенсивностью они использовались, вот каждая из них, да, а какие было затруднительно использовать, и как из этого затруднения выходить не удавалось? Спасибо. Ну вот, по поводу другие источники самостоятельной работы. Вот я приготовила здесь подборку примеры заданий по курсу растений «Бактерии и грибы». Вот, посмотрите, опять-таки, значит, алгоритм вы видели. Соответственно, по поводу наглядности, это интернет-урок, естественно, это рисунки учебника, естественно, это сам учебник, естественно, ну и, соответственно, какие могли быть еще задания, откуда взяты. Вот, понимаете, много возникает вопросов по использованию рабочих тетрадей. Ну, школа там не должна их покупать, школа должна их покупать. Ну, в общем, они у меня в кабинете есть. И если, ну, единственное, что при дистанционном обучении их нельзя было использовать в очном режиме, когда можно было там раздавать, как дидактические материалы по ним делать. Поэтому приходилось сканировать, приходилось снова создавать эти задания, вот, для того, чтобы дети их могли выполнять. И вот опять, значит, когда они посмотрели интернет-урок по отделам цветковых растений, здесь опять-таки материал нескольких уроков, там класс однодольный, класс двудольный, признаки там отдельный урок есть, потом отдельные уроки по семейству. Они получают вот этот конструкт тетрадь. То есть, когда вы увеличите, вы увидите, что здесь указано семейство, указано, ну, классическое преподнесение этого материала, указано количество видов, указана формула цветка, указана теплода, соцветия и примеры. После этого, значит, ребята получают задание вот такого плана. Посмотрите, вот это вот как раз задание из старых рабочих тетрадей, когда необходимо вставить пропущенные слова. Ну и у растений семейства крестоцвет, цветок имеет и так далее, там двойной околосветник. Вот, то есть вот ребята выполняли вот это задание. И дальше, для того, чтобы их вернуть, акцентировать материалы учебника, посмотрели второе задание, нарисуйте диаграммы цветков. Вот в учебнике это было. Почему, ну, остановилась на этих диаграммах, потому что в этом году, ну, никто же не думал про пандемию, вот, и в одном из вариантов ВПР как раз проскользнули именно задание по диаграммам цветков. Думаю, ну, значит, это вас требуют, значит, это им пригодится, значит, в общем, поэтому вот нарисуйте диаграммы цветков, вот материал нужно, и можно было взять из учебника. Это по двудольным. Так точно такое же задание, такого плана, ой, это ответы сейчас, точно такое же задание, такого плана, было по однодольным растениям. То есть вот, посмотрите, лилейное, злаковое, и опять нужна была диаграмма цветков. Соответственно, когда я дождалась, чтобы все эти ребята сделали и все прислали. Кстати, вот эти дети, семиклассники, у меня ботаника в седьмом классе, они очень хорошо выполняли задание и очень четко их присылали. То есть здесь практически ожидания никакого не было. Соответственно, после этого, пожалуйста, ребята, вот вам ответы, анализируйте, смотрите, где вы допустили ошибки, какие вы ошибки допустили, вот, ну и, соответственно, им становится совершенно понятно, за что у них стоит та или иная оценка. Почему это не пять, а четыре. Хотя вот на будущее я скажу, что вообще результаты учебные на дистанционном обучении были лучше, потому что они действительно занимались, они действительно старались. Ну и еще одна форма, которую вот я тоже покажу на седьмом классе. Вот посмотрите, это вот этот фрагмент презентации. Это опять ребята получают конспект, но я уже не буду повторяться, это всегда. То есть вот четкий, грамотный, то есть такой, как те моменты, которые обязательно должны у них быть. Они его переписывают в тетрадь. И после этого получают в прикрепленном файле вот такое задание. Значит, сначала, смотрите, выберите правильный ответ, но здесь несложно, там 1, 1, 1, 2, 4, там, например, и так далее. Вот. И дальше используйте содержание текста, полезные бактерии. Прокрутите, пожалуйста, вот здесь, чтобы коллеги могли увидеть, как вот прокрутить следующую страничку. Вот. Используя содержание, значит, текста бактерий, ответим на вопросы. Вот этот текст «Полезные бактерии» взят, ну, наверное, вы знаете. Из открытого банка решу ОГЭ, то есть это экзамен 9 класса, там был предложен такой текст. Но я не считаю, что это как бы преждевременно или раньше, потому что он совершенно нормальный. Вот. Во-первых, текст используется как источник информации, ещё раз почитают, ещё раз посмотрят другой уровень преподнесения. Ну и, соответственно, ответы на вопросы, которые вот были указаны выше. Ну и опять-таки, значит, когда они… Я дождалась этих ответов. Вот, пожалуйста, мы имеем… Сейчас. Они получают вот ответы к теме бактерий. То есть вот те вопросы, где надо было бы правильный ответ и ответы, которые должны были бы сделаны по тексту. Таким образом, вот смотрите, если вообще вот сделать такой вот экзамен, да, что у нас получается, какие ресурсы использованы? Интернет-урок, решу ОГЭ. Вот. Можно посмотреть задание из ВПР. Можно сканировать, но это вот вы спрашивали, какие затруднения. Время, потому что сканировать материалы в рабочей тетради, всё это отредактировать, всё это привести в форму, чтобы это был бордовский документ, не очень большой и читаемый. Конечно, от учителей это требует большого количества времени и сил. Вот. Но для детей это удобно, это информативно, и в результате они получают знания, что, в принципе, является нашей целью. Спасибо, Ольга Леонна, спасибо. Ну, как вы уже поняли, уважаемые коллеги, да, учебник всё-таки остается основной содержать на опоры, он представляет официально содержание биологического образования, его структуру, поэтому мы учебнику следуем, безусловно, да, и я рада, что Ольга Леонна рассказала, как он использует в рабочей тетради очень многие учителя, вот в обсуждении говорят о том, как же быть, вот тетрадки уходят из поля зрения, спасибо, Ольга Леонна, мы используем в таком виде данных. Коллеги, по поводу учебников, хотелось бы мне немножко сказать о том, что издательство «Проспещение» уже анонсировало с 2019 года новый учебно-методический комплект по биологии Владислава Владимировича Слаглазова для 5-го, 9-го класса и 10-го, 11-го класса это два концентрума биологии, значит, новой ОМК, которая сочетает в себе традиционный подход к структуре содержания, который мы привыкли в нашей отечественной школе видеть, да, соответственно, ботаника, биология, человек и так далее, и внутренняя структура каждого учебника тоже для нас очень такая классически привычная, ну и концентрический подход это только концентрическая концентрическая структура содержания 8-й класса здесь посвящен изучению человека и его здоровья, 9-й класс общей биологии, небольшой сайт, который характеризует этот ОМК в целом, а я хотела бы сказать, что этот ОМК сегодня развивается, дополняется своими компонентами, уже вышли в печати рабочей тетради для 5-го, 6-го, 7-го класса, готовятся к изданию методические рекомендации, они будут в электронном виде, размещены на сайте издательства просвещения с начала учебного года, сегодня у электронного дублера учебников есть, и с ними можно организовать работу учащихся, ну и рабочие программы в свободном доступе тоже мы будем в сайте издательства просвещения на игру. То же касается и учебников 10-го, 11-го класса, они разработаны для базового уровня изучения биологии в 10-м, 11-м классе, сейчас готовятся к изданию учебник для углубленного уровня изучения биологии, тоже учебно-методический комплект дополняется своими компонентами, и как мы понимаем, все компоненты ОМК, они являются источниками для организации самостоятельной работы обучающихся. Как эту работу организовать, помогут методические рекомендации, а вот непосредственно учебными ориентирами могут стать рабочие тетради, к учебнику. Ольга Леонова сказала, как можно печатный формат рабочей тетради использовать, да, ну, пока только вот путем сканирования. Но я хотела бы обратить внимание, что рабочие тетради, вот в частности, Клунковые Слава Ильича Севоглазова, они очень соответствуют учебникам и предназначены как раз для организации самостоятельной работы при обучении биологии. И если мы посмотрим, например, значит, несколько страниц, да, тетрадей, посвященных определенной теме, соответствующей учебнику, мы найдем последовательность заданий, то есть определенные алгоритмы действия ученика на уроке, которые можно организовать в самостоятельном режиме. Вот здесь нам одна из коллег задавала вопрос, да, а если рабочие тетради используются, обязательно вот такие алгоритмы используют, как предлагает Ольга Леонна. Но позволю я себе ответить на этот вопрос. Если вы используете рабочую тетрадь вот в таком формате, да, где вот так структурировано содержание, точнее, задание к конкретному уроку, то, пожалуй, этого учебного ориентира будет достаточно, и не надо будет разрабатывать дополнительно какие-то свои материалы. Хотя, конечно, все остается на усмотрение учителя. Может быть, вы можете создать какой-то такой вот интегрированный формат, ориентируясь, опираясь на такие задания рабочей тетради, плюс дополнить их своими какими-то заданиями. Но я хотела бы пролистать очень коротко слайды, показать здесь, посвященные рубрикам рабочей тетради УНК Властьслава Ивановича Севоглазова. Это рубрики разнообразные названия, их соответствует, в общем-то, нашей задачи реализации, методической задачи реализации деятельностного подхода. И действительно, диапазон заданий очень велик, включая исследовательские форматы заданий, которые можно использовать для организации самостоятельной исследовательской работы даже в онлайн-режиме. Хотя, конечно, эта форма работы в онлайн-режиме затруднена. Ну и, конечно же, задания для контроля знаний. И вот сейчас мне бы хотелось обратить ваше внимание еще на один ресурс, на интерактивной рабочей тетради, которую можно использовать в своей работе. Мне так много предлагают, а вот издательство «Просвещение», значит, соответственно, по ссылке, которую мы вам предложили, позволяет использовать такие интерактивные рабочие тетради в вашей работе, коллеги. Ну и вот у меня сейчас новый вопрос к Ольге Леонне будет. Ольга Леонна, слышите меня, да? Вот вы сказали, у вас очень много классов. Действительно, учителей с пятого по одиннадцатый большой такой диапазон, да, работы с аудиторией. И у многих же, безусловно, и профильные классы в десятом, в одиннадцатом классе, да, вот чем работа с такими, ребятами профильных классов отличалась в дистанционном режиме, какие приемы работы вы использовали? Ну, постарайтесь коротко. Хочу еще вам два вопроса задать. Спасибо. Значит, я с вами вот марку по последней страничке вашей из рабочей тетради. Вот у вас там была страничка «Подведем итоги». Да, это действительно очень важный момент, потому что вы тоже в каждом классе, там взять уроки по человеку, взять уроки по млекопитающим, ну, по животным, взять уроки там по растениям. «Подведем итоги, это важно». И оттуда я задание брала тоже. И тогда в алгоритме, естественно, не было прикрепленного файла, а было просто «Страница такая, то выполните такие-то, такие-то, такие-то задания». Естественно, не все, потому что вот я как-то упустила этот момент, сейчас вот чуть-чуть я остановлюсь. Вот, скажем, если идти по этому алгоритму, то, вот скажем, видеоурок, да, там 6-7 минут. Прочитали они материал, ну, это еще где-то 6-7 минут, ну, пусть по максимуму 14. Переписали конспект, пусть это еще 6 минут, это 20 минут. Ответили на вопрос. То есть, понимаете, я к чему веду? Я веду к тому, что надо было, вот поскольку вот эти алгоритмы были очень здорово продуманы, то не было перегрузки со стороны детей. Они выполняли задания за те 30 минут. То есть, я даже говорила о том, что, скажем, вот когда шло ученое обучение, урок 40 минут. А при дистанционке мы укладывались даже в 30. Вот, и, соответственно, не было никаких жалоб по поводу того, что много задают, большой материал. Это было все очень и очень разумно. И, конечно, вот эти все ресурсы, они в этом очень здорово помогали. Ну, а теперь про профильное обучение. Что касается профильного обучения. Вот организации профильного обучения посвящен вот этот слайд. Вот, посмотрите. Я здесь взяла на примере генетика человека. Тема генетика человека. Сейчас я буду просто по слайду, пройду, а потом открою те документы. Вот. Вот это конспект темы. Значит, чем отличаются? Более емкие, более полные. Тут ясное дело, что за 5 минут они его уже не проанализируют и даже механически не перепишут. После того, то есть на какой-то, вот скажем, по расписанию стоят два урока. Вот за эти два урока мы должны были проанализировать вот этот конспект. После этого они получают тесты к теме. Тесты разнообразные. Тоже я вам сейчас покажу. Там выбор одного ответа, выбор нескольких ответов. Как только я получила от них к определенному числу вот это задание, соответственно, присылаем ответы к теме, чтобы опять смотрели, где ошибки, и было понятно, за что снижен балл, и что надо доработать, чтобы балл повысить или это удовлетворяет их. Далее, понимаете, здесь кроме более емкой лекционной части, так скажем, и более многосторонняя проверка разного вида тестов. Теперь я вам покажу задание к теме генетика человека. Здесь будут задачи, ответы к этим задачам, соответственно, с пояснениями, с правильно выполненным алгоритмом и так далее. Чтобы еще больше углубить эту тему, сейчас посмотрим задание к теме генетика и медицины, и, соответственно, позже они получают ответ. То есть вы видите, что здесь и материала больше, и заданий больше. В частности, по поводу ресурсов, опять, в качестве иллюстративного материала интернет-урок, вот, а все остальное, вот, тесты к теме, задания к теме, это сайт решу ЕГЭ, вот, все это бралось оттуда. И опять, не в чистом виде, скажем, там, взят какой-то вариант, да, и пошли. То есть они его открыли и списали, нет, оттуда, отсюда, то, что вот необходимо, вот, скажем, усилить вот этот учебный ориентир, или необходимо там усилить вот этот какой-то акцент. Ну, давайте теперь вот по порядку. Значит, вот это перед вами часть, но если вы пролистаете дальше, то вы увидите целиком. Это конспект, это лекция по генетике человека, генетике и медицине. Соответственно, здесь указаны все методы. Пролистайте, пожалуйста, дальше, чтобы вот могли увидеть. В частности, первый метод генеалогический, следующий метод там пойдет близнецовые. Вы пролистайте, пожалуйста. В общем, когда... Нет, 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 этого не то мне дали. Я хотела вот этот вот, не тесты к теме, а вот эту страничку, чтобы ее просто пролист... Вот, нет, это вы задание даете. Следующий файл я открою сама. Ну, ладно, я думаю, что коллеги поняли, то есть это будет в доступе, они посмотрят. То есть это вот целиком лекция, там будут указаны все заболевания, какой хромосомный набор. В общем, это вот это. Теперь дальше. Дальше... Давайте я дальше буду сама листать. Дальше, соответственно, мы после того, как проработали вот эту лекцию, они получают вот эти тесты. Вот здесь, опять-таки, если их пролистать целиком, то там будут тесты с выбором одного ответа, тесты с выбором нескольких правильных ответов. В конце будут указаны, ну, несложные, несложные задачи. После этого, когда я дождалась, что они мне прислали вот эти ответы, значит, вот ответы к этой теме. То есть вот проверили, что правильно, что неправильно. И по родословной, там были родословные, были вот эти вот задания. Дальше. Теперь, поскольку на ЕГЭ ребята в профильных классах в основном, они, конечно же, поступают в МЕД или на те специальности, где профилирующим экзаменом будет биология, там задачи на родословную человека. Вот еще одно задание, и получают вот эти задачи на родословную. Соответственно, ответы к этим заданиям. Вот. Ну и последнее, я вижу, что уже времени прям совсем чуть-чуть остается. Значит, вот посмотрите, задание к теме генетика и медицины. Здесь было им дано три текста, и каждому тексту вопросы. Ну и, соответственно, опять-таки, когда я получала от них ответы, я им высылала и ответы. Ну и вот здесь вот, например, там первый его текст, посмотрите, там какая используется, какой метод, полимерно-цепная реакция. Конечно, в эталоне из сайта решу ЕГЭ именно так было, полимерно-цепную реакцию, полимеразно-цепную реакцию. Но меня этот ответ не очень устраивал, потому что я всё-таки в основном возвращала именно вот по этому поводу работу, потому что я писала, а что это такое? Для того, чтобы они, это же профильное обучение, ну что вы мне написали, ПЦР, а что это? Зачем это делается? Как это делается? Ну элементарные вещи, конечно, должны знать. Поэтому вот это как раз элемент того, каким образом можно доработать. Вот. Поэтому вот при профильном обучении работа была организована именно так, то есть более обширно, более широко, вот, с более многосторонней проверкой. Елена Петровна, я всё. В таком массовом аспекте, да? Это было впервые. Ну мы будем надеяться, что формат... Но... Хотелось бы, конечно... Но мы-то понимаем с вами, что дистанционка, она всё равно в нашей жизни будет. В нашей жизни будет. И нам, безусловно, нужно понимать, выбирать плюсы и минусы дистанционного обучения. Елена, вот коротко, буквально, вот буквально полминуточки, какие плюсы и минусы отмечаете вы? И я очень хочу, чтобы вы ответили на два вопроса, которые нам дали слушатели. Ну вот какие плюсы и минусы? Плюсы заключаются... Понимаете, это тоже надо понимать, то, что ни одна цивилизация без учителя не обойдётся. Поэтому очная форма, конечно, нужна и востребована. Просто вот то, что я предлагаю, то, что вы предлагаете, это не истина в последней инстанции, это просто вот поиск того, как из этой сложной ситуации можно было выйти достойно. Вот и всё. Но плюсы, я вижу, в дистанционном обучении только то, что, понимаете, повышается ответственность детей и родителей за обучение. Потому что сами дети были заинтересованы в том, чтобы выполнить всё хорошо и правильно, и в срок. И когда они, каждый там, получал свои шесть оценок за шесть выполненных работ, они были этому очень рады, они писали такие письма. Я бы вообще удивлена. Спасибо вам за этот учебный год. Там и здоровья желали, и хорошего отпуска желали. То есть на самом деле такие же вот слова благодарности получали от родителей. Поэтому то, что как бы родители повернулись к детям как к учебным проблемам, это неплохо. Вот. Потом ещё один плюс, который бы я хотела отметить. Действительно, очень многие дети повысили свои образовательные результаты, потому что им помогали родители, потому что, наверное, им было вот таким вот образом легче, потому что, скажем, выучить в один день пять уроков сложно, а здесь они как-то могли сами распределять время. Поэтому это, наверное, плюс. И действительно, дистанционка останется, наверное, для детей с ограниченными возможностями здоровья, те, которые на домашнем обучении, потому что это лучше, чем ничего. По поводу минусов. Минусы я вижу вот в чём, что очень много времени уходило на подготовку материалов. Ведь для того, чтобы ребёнку дать вот эту вот квинтэссенцию, её же нужно сделать, её же нужно сформировать, её же нужно оттуда вырезать, сюда вставить, тут отредактировать. То есть вот на это действительно уходило очень много времени. И чтобы ребёнку было легче, труднее было нам. Ну и второй момент. Очень, конечно, много времени уходило на проверку. Потому что если проверять по 150 работ, да ещё и писать комментарии, а не писать их нельзя, потому что, ну, должно же быть ответная реакция, должна же быть обратная связь. Вот это минус, это трудно. Ну ничего, мы справились. И вышли, я ещё раз повторю, что вышли из этой ситуации достойно. Спасибо, Ольга Леонна. Правда, все учителя тоже писали. Но мы это сделали, мы справились. Безусловно, остаются проблемы, конечно, вот дистанционного онлайн-обучения. Вот в частности, одну из этих проблем мы сегодня поднимали, она поднималась с педагогами вот на предыдущем вебинаре. Это исследовательская работа наша, учебно-исследовательская, вот как её организовать, я полагаю, что следующий вебинар, если мы его посвятим ещё вот такому режиму нашей работы, будет именно этому вопросу посвящён. Каким образом можно всё-таки вот в случае дистанционного обучения, если это будет, ну, как сказать, в нашей жизни в каком-то аспекте присутствовать, мы надеемся, что не в масштабе, но всё-таки как нужно будет организовать учебно-исследовательскую работу. Ольга Леонна, и вот посмотрите, ну, мнение, вот здесь учителя высказывают, что при дистанционке знания дать на 100% нельзя, но об этом можно дискутировать. Вопрос был такого плана, а вот как от списывания вы уходили? Вот очень многие учителя озабочены тем, что в таком режиме списывают. Я поняла, но я говорю о том, что списать было сложно, потому что не было готовых текстов откуда-то, поэтому списать было трудно. Если они искали конкретные ответы на конкретный вопрос, то пусть ищут. Это альтернативность источник информации, интернет и владение вот этой, ну, владение вот этой компетенцией, это же неплохо, это им пригодится, поэтому списывания-то и не было. Вот. А когда они мне присылали ответ, что используется ПЦР, понятно, он не засчитывался. Я писала, что расшифруй, а что это такое? Вот. Поэтому тут поголовного, такого огульного списывания не было. Этим как раз грешат сайты Фоксфорд и Я-класс, потому что они выходили, я уже рассказала, ну, как дети были. А здесь нет, здесь же все материалы готовились мной, готовились что-то оттуда, что-то оттуда, что-то оттуда, поэтому в готовом виде списать было нельзя. Это однозначно. Ну, и потом у нас, уважаемые коллеги, есть как-то так еще со школы, да, мы говорим, списывание, это тоже хороший прием. Ну, что такое списывание? Это работа вот как раз с источниками информации, самостоятельная работа. И если ученика, выполняя задания, перелопачивает учебник, интернет и так далее, а тем более, что нужные требуемые пояснения учителям дает, конечно, это хорошо. Спасибо, Ольга Леонна. Еще к вам был вопрос, какими пособиями для противной школы вы планируете пользоваться? Будут ли там вот издательства просвещения пособия? Ну, вопрос задавали по генетике, есть ли у нас практику по генетике в издательстве просвещения? Есть практику к учебнику Дымшица-Рувинского, да, вы знаете, вот для углубленки. Вот, Ольга Леонна, вы работали, да, по этому учебнику? Вот, и там есть задание по генетике, очень хороший практику, но там не только генетика, это я отвечаю на вопрос, кто писал нам этот вопрос. Вот, Ольга Леонна, ну какими все-таки вы пособиями планируете воспользоваться? Вот, я действительно работала по вот этому учебнику, про который вы говорите, но я от него хочу отказаться. И очень жду учебника издательства просвещения, который обещали к началу этого года, но сейчас там опять что-то не получается. В общем, пока по Дымшицу Рубинскому вот Высоцкой Бородина вот этот учебник, но ничего менять не буду, буду ждать профильный учебник издательства просвещения. Ну, был неплохой учебник, сейчас я быстренько, был неплохой учебник у там, Бином, да, или, ну вы скажите мне, ну, но сейчас у Вас камера отключена. Углубленные, да, вот сейчас допущенный федеральный перечень, Вы, наверное, его имеете в виду. Ольга Леонидовна, опять звука нет. Владислава Ивановича Семоглазова, да, я говорю, Дымшицу Рубинскому это тоже просвещение, а Вы говорите об учебнике Владислава Ивановича Семоглазова, который мы анонсировали, да, он будет очень хороший, учебник, что, углубленного изучения биологии для профильных классов, мы его ждем. Пока у нас еще есть учебник Владимир Васильевич Пасечника для углубленного изучения биологии, но у нас сегодня формат нашей работы, к сожалению, не позволяет вот в полном объеме поговорить обо всех ресурсах. Главное, что мы хотели сегодня вот совместить и диалог с учителем, и суждение, улюбленное большое вам спасибо. И учителя, которые писали в чате, они с вами не соглашались и не соглашались. Очень многие благодарят за материал, Ольга Леонна. Большое вам спасибо. Коллеги, ну и я хотела бы ваше внимание обратить на то, что мы работаем с вами и на вебинарах, и через горячую линию, и другими ресурсами издательство просвещения. Пишите нам, пожалуйста, предлагайте темы для обсуждений, предлагайте себя спикерами. Сегодня с вами была заслуженная учитель России, учитель высшей категории школы 78 города Лолгограда Ольга Леонна Ващенко, руководитель методического объединения центрального района города. Ольга Леонна, большое вам спасибо. Я буду надеяться на продолжение нашего сотрудничества. Уважаемые коллеги, интернет-магазин всегда к вашим услугам вы там приобретете и рабочие тетради, и учебники, о которых мы сегодня с вами упоминали, и пособия для работы. Ольга Леонна, ну не хочется прощаться, но вынуждена. Уважаемые коллеги, я благодарю всех участников вебинара, благодарю вас за вопросы, за ваше, как сказать, вот такую небольшую и дискуссию, и обсуждение. И если какие-то вопросы сейчас мы выпустили, обязательно мы вам ответим на них на следующем вебинаре. Мы сейчас прощаемся, мы перебрали время. Всего доброго, до встречи. Спасибо, до свидания.